8 марта прямо сейчас недели. Что-то нужно, давайте придумаем. Что нам нужно, что бы вы хотели, какие-то сюрпризы для наших учителей. Ну, концерт, понятно, Пушкинский бал, он грандиозное событие. Ну, помимо этого, что мы еще? Сонечка. Оксана Головешкина – педагог по призванию. О профессии учителя она мечтала с детства. Приоритетным для Оксаны Владимировны всегда было именно общение с подрастающим поколением. Когда запустили пилотный проект Министерства просвещения Российской Федерации «Навигаторы детства», она сразу подала заявку и в начале учебного года стала советником по воспитанию. Для нас тоже это было такое новое, да, то есть новая должность. Мы сами пытались понять, для чего это нужно, и оказалось, что это очень востребовано. И среди учительского состава, и среди детей мы постоянно проводим разные акции, мы вместе с детьми придумываем новые праздники, они сами генерируют идеи. Проект реализуется совместно с Российским движением «Детей и молодежи», где зарегистрировано около тысячи детей из образовательного центра «Флагман». Вместе с Оксаной Владимировной ребята реализуют различные творческие и социальные акции. Ну, наверное, у них очень доброе сердце, очень часто они собирают помощь приютам. Разные праздники, которые они сами аккумулируют, то есть они могут удивить на день учителя, сами сделали такую красивую фотозону для всех педагогов. Это было просто действительно большой-большой сюрприз. Несколько лет в образовательном учреждении реализуется творческий проект «Медиашкола». Старшеклассница София занимается в ней уже два года и за это время приобрела много полезных навыков. За эти два года я научилась фотографировать, снимать видео и монтировать видео. Я выдвигала идею по поводу фотосессий и также видеоролики делали сами, снимали ребят на тренировках. Одно из основных направлений внеурочной деятельности – волонтерство. Сейчас ребята собирают гуманитарный груз для военнослужащих и беженцев из освобожденных территорий, а также активно взаимодействуют с малышами из своей начальной школы, помогают им с домашними заданиями, проводят различные интерактивы и прививают положительные качества. Учим их дружить, не ссориться, даем какие-то советы. После помогаем им с домашними заданиями. И еще важный момент – мы приобщаем их к истории. То есть, например, недавно была моментная дата блокады Ленинграда. Мы пришли и рассказали ребятам, насколько героический опыт совершил наш народ. При поддержке Оксаны Владимировны и других педагогов в Центре с конца прошлого года запущена социальная программа для младших школьников «Орлята России». Проект направлен на интеллектуальное, творческое и спортивное развитие ребят. Реализация на детях старшего возраста всегда удобнее. Действительно, дети отзываются, с маленькими намного сложнее. Потому что все-таки дети не всегда понимают, что мы хотим делать. Еще они не созрели. И та программа, которая была разработана в этом году, в подготовку в прошлом году, на мой взгляд, она просто восхищает. Проект «Навигаторы детства» сравнительно молодой. Должность советника внедрили осенью 2022 года в некоторые учебные учреждения. А с 1 сентября текущего года такая практика будет уже во всех школах страны. Полина Толмачева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова